Самое простое определение инфляции, которое я когда-либо встречал, звучит так. У нас все больше рублей и все меньше денег. А в России, кстати, отмечается продовольственная дефляция. В июне в месячном выражении она составила 0,4%. В годовом выражении рост цен на продукты замедлился до 18,8%, следует из отчета Росстата. В группе плодовощной продукции огурцы подешевели на 39,2%. Белокочанная капуста и помидоры на 27,5% и 23,1% соответственно. Репчатый лук подешевел на 12%, бананы на 7,5%. Выросли цены на свеклу на 15,5%, на лимоны на 11,6%, морковь подорожал на 9,3%. Сухофрукты, апельсины, виноград и картофель на 2,3-4,1%. В целом же плодовощная продукция в июне подешевела на 5% по сравнению с маем. Снижение цен зафиксировано на все виды крупных изделий. Подешевели сычужные, твердые и мягкие сыры, пшеничная мука, питьевое молоко, мясо птицы, говяжья печень и мороженая разделанная рыба, кроме лососевых пород. Количество российских компаний, которые признаются банкротами, продолжает расти. Но более медленными темпами, чем в первом квартале, при этом растет цена банкротств для кредиторов. Всего за первое полугодие было опубликовано 7658 сообщений о принятии решений о признании должников банкротами. Год назад зафиксировано 6631 публикация о банкротстве. Общие темпы роста числа банкротств по итогам полугодия составили 15%. МИД России призвал российских туристов, находящихся в Тунисе, проявлять бдительность и не покидать курортные зоны. МИД продолжает тщательно отслеживать ситуацию в Тунисе. По данным тунисских властей, обстановка в стране стабильная. Силовые структуры предпринимают необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности в тунисских городах, на стратегических объектах и туристических курортах. Ранее появилась информация о том, что власти Туниса приняли решение о вводе в стране чрезвычайного положения. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением котировок. Индекс РТС снизился, индикатор ММВБ в плюсе на отметке 1623 пункта. Среди лидеров падения Солерс, НЛ Россия, ФосАгро, Мегафон, Преф и Мечила и Башнефти. Лидеры роста бумаги НМТП, Уралкалия, МВД, Полиметалла, Акрона, АФК-система, МТС и Роснефти. Торги на российском рынке открылись на фоне негатива на торгах в США и Европе, что стало реакцией на итоги референдума в Греции. На азиатских площадках единой динамики не наблюдается. Нефть дешевеет. Курс доллара на 7 июля 56 рублей 41 копейка. Курс евро 62 рубля 42 копейки. Золото стоит 2111 рублей за грамм. Серебро стоит 28 рублей 27 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 57 долларов 79 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.